Коронавирус подкашивает экономики. Российские индексы весь день снижались. К вечеру падение стало заметнее. Индекс РТС растерял весь свой январский рост. В лидерах падения акции Аэрофлота в бумаге в моменте дешевели на 5%. Несет потери вся авиационная... Ситуация тяжелейшая. Денег осталось только на дошек. И то на куриный. Походу надо продавать свой айфон. Привет, меня зовут Арсений Петров и сейчас мы будем продавать айфон на авито. Чтобы продать надо отжать. В первую очередь мы хотим сохранить все свои данные. Фотографии, контакты, все что накопилось за время использования телефона. Самый простой способ это залить резервную копию айфона в iCloud. Но во-первых это не всем подходит, потому что люди до сих пор не особо доверяют облачным сервисам. А во-вторых за это придется платить. Если у вас какая-нибудь жирная версия, например на 256 гигов, в iCloud придется докупать место. Поэтому лучший способ это создать копию еще и на компьютере. Нам понадобится не обязательно Mac. Можно сделать это и на Windows. iTunes там тоже есть. Если кто не знал, теперь это происходит не через iTunes, а через Finder. Надо зашифровать копию, если вы хотите сохранить статистику здоровья, нахоженные все вот эти шаги и так далее. После этого мы готовы к предпродажной подготовке на все 100%. Я обычно не заморачиваюсь. Беру просто влажную салфетку, потом сухой прохожусь. Вроде как все хорошо, но у нас здесь есть вот такой спрей классный. Сейчас мы... Протрем на шайфу. Еще один немаловажный нюанс это аксессуары. Очевидно вы ими пользовались, поэтому они немножко грязные. Я беру просто вот так влажную салфетку и несколько раз прохожусь по проводу. То же самое, разумеется, делаем мы с наушниками, если пользовались. Не всем будет приятно увидеть, ну, сами понимаете, всякую серую. Ни в коем случае не прибегайте к лайфхакам из интернета. К этим можно, к другим нельзя, окей? Не надо тереть телефон зубной пастой. Если на экране есть пленка в нормальном состоянии, ее лучше оставить, но ни в коем случае не наклеивайте ее, чтобы скрыть царапины. Это подло. И, конечно, будьте готовы к тому, что покупатель эту пленку захочет содрать, чтобы посмотреть, в каком состоянии стекло. Ну что, все чистенький. Теперь я внимательно посмотрю на все царапины, которые есть. Главное найти такие жесткие выбоины и повреждения для того, чтобы никого не обмануть и сфотографировать их крупненько и хорошо. Логичный вопрос. Если я продаю свой телефон, на что же я буду его фотографировать? Лучше, конечно, делать это не на простыне или на фоне обоев с цветочками. Сразу девки писать будут. Сфоткать коробку и комплект, если таковые имеются. Сделаем пару фоток еще в руке. И обязательно со включенным дисплеем. Фотки и описания, вот как обложки и заголовок на YouTube, да? Вот это прям успех, если вы все сделаете правильно. Я бы не советовал полить серийники и имей. Ну, это не паранойя, но мало ли что в любом случае. Но показать настройку с графой вход на iPhone, либо с войденным уже Apple ID никогда не будет лишним. В случае с Touch ID смартфоном советую зайти в меню Touch ID и код пароль. Показать, что это все дело тоже можно настроить. И вот такую фоточку лучше всего сделать в живой домашней обстановке, держа iPhone в руке, чтобы никто не подумал, что вы просто вклеили скриншот в фотошопе. Чехлы и аксессуары обычно, как бы кто ни думал, цену не набивают, поэтому нет смысла делать на них акцент. Ну что, настало время публиковать объявление. У нас в основном все размещают такие вещи на Авито, есть еще Юла и прочее, прочее. Для начала пойдем на Яндекс Маркет, как бы странно это ни звучало, и посмотрим, сколько стоит новый iPhone 7. 25 тысяч. Мы убедились, что эти деньги нам никогда не получить. Пойдем на Авито. Я всегда смотрю самые дорогие объявления и самые дешевые, чтобы сравнить, что человек хочет, когда предлагает за, допустим, 14 тысяч, как в этом случае. И в чем проблема устройств, которые стоят за 10, за 9. Чувак хочет 14к. Приложил просто две какие-то стрёмные фотки. В отличном состоянии РСТ коробка. Перед продажей мы должны сами убедиться в том, что продаем целехонькое и вообще нормальное устройство. Идем, смотрим на состояние камеры, дисплея, Touch ID, все ли работает. Потому что я однажды выложил объявление с продажи iPhone. У меня был на нем разбит дисплей, опять же, я об этом честно написал. И на фотке была одна полосечка такая зелененькая. Когда человек приехал покупать, полосечки было уже две. Я понимаю, что две полосечки, это, ну, как бы, каждый по-разному относится к этому событию. В моем случае человека это не очень порадовало. Это классно, когда на Авида ты встречаешь именно человека, который продает тебе, пусть и бывшее в употреблении, но все-таки родное, личное устройство. Продаю розовый, давайте вот так напишем. Седьмой iPhone на 128 гигов. В неплохом состоянии. Есть заметные царапинки. Телефон полностью здоров. Буду рад ответить на все вопросы. И смайлик вот так чпуньк. Никогда не пользуюсь вот этими платными премиум, быстрыми продажами. iPhone такой товар, который сам уйдет. Даже если не сегодня, не через пять минут, пускай полежит. Цифры знаешь, наберешь. Я обычно предлагаю встречу в людных местах. Помните, что покупатель тоже волнуется. Поэтому дать ему возможность спокойно посидеть, изучить телефон и покопаться везде. Все перепроверить. Это хороший бонус. Встречался с чуваком у метро. Он взял iPhone, доставал из коробки. И он говорит, все. На первое предложение спустя пять минут отвечать и бегом продавать телефон не стоит. Это значит, что вы поставили очень хорошую и, возможно, даже слишком низкую цену. Перед сделкой, перед встречей надо окончательно договориться о цене. И очень вежливо, но все-таки определиться. Чувак, я не торгуюсь при встрече. Вот мы с тобой договорились об этих деньгах. Ты приедешь и за эти ровно деньги телефон купишь. Если вы не закладывали там типа 500 тысяч рублей в цену телефона и торговаться не готовы, ну так честно об этом и пишите. Без торга. Ну и, конечно, будьте готовы к разводилову. Пишет человек, говорит, вот мой Apple ID, вот пароль. Войди, пожалуйста, и сделай скриншот. Ну типа, если телефон не залоченный, я приеду его куплю. После того, как вы входите в чужой аккаунт, телефон фактически перестает быть вашим. Полностью чистить его надо только после того, как вы получили деньги. Идем в основные, ищем пункт сброс и выбираем пункт стереть контент и настройки. До этого я рекомендую вручную выйти из всех аккаунтов, отвязать Apple Watch, AirPods и все, что у вас там есть. Вручную удалить особо, ну скажем так, пикантные вещи. Че, я долго ждать буду, алло. Так, ну что, пошел второй день. Вчера, к сожалению, продать не успели, потому что было очень поздно. Я с собой сегодня притащил талисман. Ща люди звонить будут, надо ему лингтон нормально поставить, ну-ка. Да, алло. Здравствуйте. Здрасте. А я вот по iPhone звоню, это актуально еще объявление? Да, актуально, да, конечно. Розовый iPhone такой женский, да? Да, ну женский, да, седьмой. Ну бабский, че. Вы его новым покупали, че или как? Ну я его покупал уже подержанным, но у очень хорошего товарища, поэтому он полностью чистый, то есть с ним все в порядке, любые проверки можно будет сделать. То есть он будет дважды подержанный. Можно один раз подержать. Просто у нас там утверждение, такие 89% там проверки и так далее. Я думаю, а как же это проверить, а уж тем более, если он уже сменит третьего владельца. Ну нет, проверяется это легко, через настройку. Функция такая есть, да? Ну да, да, там тут все в настройке видно, максимальная емкость, все, да, все есть, то есть все честно в этом смысле. Ага, а у него там корпус, там все эти стекла, это все оригинальные? Не-не-не, этот неразборный точно, это не разбирался, это целый нормальный. Коробка, хейт, там все это как? Коробка от него, то есть все наклейки, все серийники на коробке, все от него. То есть более-менее все прилично выглядит? Ну да не, ну да. Финансовое положение вынуждает покупать телефон бушный, но хотелось бы что-то приличное все-таки. Да не, ну за 10 тысяч огонь. Информации вроде непонятны, даже если какие-то мне еще вопросы. А, нет, это у меня айфон завис. К сожалению, звонок сорвался, но вы видели, как я отвечал на вопросы? А, вот. Видимо, он звонит опять. Алло. Алло, здравствуйте. Не он, здрасте. Я звоню по айфону розовому, в общем, продается? Да, продается. Хорошо. Скажите, а он в каком состоянии? Оригинальный, неоригинальный? Ну, это да, это абсолютно оригинальный телефон. Я просто ни разу не покупала так айфон. Что-то почитала, но не уверена, как это все проверить. Сописание просто вроде как адекватное. Человек вроде хороший, поэтому... В Авито можно посмотреть историю объявлений, я уже не первый раз продаю. И даже отзывы другие покупатели оставляли, вроде все в порядке. Я не заинтересован, что обманывать в этом смысле. Хороший айфон обычный, то есть он без пленки и чехла. Там царапины мужчины видны. Ну, они видны не особо, то есть под прямыми лучами будет заметно, конечно. А может тогда можно посмотреть его как-то, подъехать? Да, конечно. Давайте, вы знаете как, это же ваш номер, да? Можно? Да, да. Давайте я вам тогда смс-кой напишу адрес, а вы мне напишите, когда вам будет удобно и договоримся. Точно, чтобы уже. Ага, хорошо, давайте так. Человек же я хороший. Ну, вроде как ее все устраивает, поэтому я смогу и написать, и договориться о встрече. Ну что, два клиента у нас есть, и я вот что подумал. Посижу-ка я дальше на дошиках. Вы можете его выиграть, правила конкурса предельно простые. Подпишитесь на этот канал, на вилсаком и на мой инстаграм, пожалуйста. Я вот показывал вам, как фотки делаю, а там еще больше фоток. То есть все логично, мне кажется. Вы сможете его выиграть, а потом по нашим рекомендациям его продать и проверить, как это все работает. Еще напишите один хороший комментарий к этому видео, чтобы по существу, и скоро подведем итоги. Ну, а я пошел ужинать, соответственно. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, мои советы вам помогут. Это был Арсений Петров. Пока.